В половине второго ночи в полицию Алматы поступило сообщение о ножевом ранении, полученном молодым жителям мегаполиса, к одному из частных домов, расположенных на улице Жангильдина. В считанные минуты подъехали наряд ДПП и карета скорой помощи. Данное жилище оказалось съёмным. Эту ночь здесь коротали две молодые пары. После совместного распития спиртных напитков между приятелями завязался спор. Один из мужчин предпочёл разрешить ситуацию с помощью кухонного ножа и ударил им своего оппонента. Раненого медики экстренно госпитализировали, а тем временем одна из участниц застолья поспешила заявить об ограблении и обвинила своего знакомого в открытом хищении её сотового телефона. «За что задержан-то? За беспределом. Их телефон здесь. Это динарный телефон. Это моя подруга. А вот здесь мой телефон. И все сообщения прочитали, которые за сегодня, за вчера». «А зачем ты забрал этот телефон?» «Он у меня был. Мы в одной комнате лежали.» Вместе с тем выяснилось, что подозреваемый ранее трижды отбывал наказание за кражу чужого имущества. В последний раз из мест заключения мужчина освободился в 2008 году. Квалификация его нынешним действием будет дана следователями уже в первые часы предварительного расследования. Мужская куртка стоимостью в 30 тысяч тенге стала объектом имущественного преступления, имевшего место накануне восьмом часу вечера в одном из торговых домов в Бустандыгском районе Алматы. Реализовать свой преступный план этот мужчина решил, несмотря на многолюдность и меры защиты, предусмотренные на входной группе в бутик. «Он побежал вниз по эскалатору, выбежал, не доходя Абая, ой, Сатпаева, его наши торговые центры АДК поймали, то есть подножку поставили, он упал на землю, его скрутили. Потом он там лежал, мы его проводили на парковку, он там стоял с нами. И в один миг он попросил меня дать сигарету ему. Я у прохожего взял, назад посмотрел, он опять убегает. Убегает, потом мы побежали за ним опять. Он не смотрел на машину ни на что, просто побежал, его чуть машина даже не сбила. Мы на той стороне дороги его опять подножку поставили, возле 300 какого-то дома, я не помню, там его опять задержали. Там ждали, потом вызвали полицию. В итоге он, пока мы уже стояли там, он вдруг опять убежал, бежать начал. В этот момент подвергала полиция». Третья попытка побега потерпела фиаско. Участковый инспектор, первый подключившийся к официальному расследованию, заприметил подозреваемого уже на проспекте Абая. Полицейский в пешем порядке бросился вдогонку. «Мы стали преследовать, и на углу улицы Абая, Маттазалка был задержан. И на место вызвана оперативно-следственная группа в Основной скорой». Между тем, у задержанного была обнаружена, а позже изъята в процессуальном порядке, та самая куртка. «Магнитик, он снял по ходу дела, потому что у него ещё кусачки были, кажется. Хотел взять, не получилось. Ну что хотели взять? Куртку». Администрация торговой точки уже написала в полицию официальное заявление. Уголовное дело по факту кражи чужого имущества возбуждено в следственном отделе районного управления внутренних дел. Под утро жители домов, расположенных по улице Берёзовая, почувствовали запах гари и экстренно сообщили об этом на пульт 101. В течение нескольких минут одно из жилых строений было полностью охвачено огнём. Бродмейстеры на протяжении часа тушили пожар, не дав ему перекинуться на соседние дома. Между тем, местные жители сообщили, что в последнее время дом пустовал и стал вроде постоянным пристанищем для бездомных. Не исключено, что временные постояльцы жилища разожгли костёр и спровоцировали возгорание. Обошлось без жертв. 22-летний мужчина около 10 часов ночи задержан в Алмалинском районе Алматы. Молодой человек подозревается в совершении кражи из чужой автомашины. Впрочем, подозреваемый факт кражи чужого имущества полностью подтверждает своими признательными показаниями. Стало известно, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Экипажем дорожно-патрульной полиции, вычислившей любителей лёгкой наживы, задержанный был передан следственной оперативной группе местного УВД. Очередной автолюбитель, разъезжавший по Алматы в нетрезвом состоянии, задержан накануне около 11 ночи экипажем дорожно-патрульной полиции. Во время процедуры медицинского освидетельствования мужчина всё ещё продолжал вести себя некорректно, засылая в адрес полицейских угрозы. Комментарии здесь излишни. Короче, сейчас я зайду. Остановись, пожалуйста. Давай уйдём отсюда и не буду я не звонить, чтобы тебя не проверяли. На учёте состоите у нас, нет? Состоянно. Спорт состоите? Нет. А правильно нет? Пожалуйста, ещё раз. Почему? Я не пишу. Ну, вы сейчас же попробовали, у вас получилось, вы просто чуть-чуть не дадут. Что пили из алкогольных напитков? Как? Из алкогольных напитков что вы пили? Ничего. А запах алкоголя на расстоянии? Это я вчера выпивал. И получается, это выхлоп. А сейчас я почувствую, чтобы как-то определились. А что определились? Алкоголь? Нет. Там нет парня. Северский фис. А это мы не проверяли. Только на алкоголь проверяли. Только на алкоголь. А, тогда х**. Ноги вместе соединили. Руки вперёд. Пальцы раскрыли. Глаза закрыли. Голову назад запрокинули. Стоя в такой же позе. Указательным пальцем кончик носа вырастаем. Второй рукой вы убрали. Не упадите. Осторожно. Всё. Я по клинике вам оставляю средний эффект. На алкогольные отменения садитесь. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 164 преступления и происшествия. 85 из них раскрыты по горячим следам. В том числе два грабежа, 94 кражи чужого имущества, 31 хулиганство. Зарегистрированы 20 дорожно-транспортных происшествий, 20 человек травмированы.